Вагрант можно установить не только под Unix, но и под Windows. Сейчас я примерно покажу, как это делается. Я сделал папочку c-work-vagrant, положил туда наши файлы, которые позволяют сгенерить образ и запускать Вагрант. Ну и конечно нам нужно софт скачать, вот у нас Вагрант, вот у нас Packer, вот у нас урок. Скачивается обычным образом, Вагрант это MSI установщик, VirtualBox тоже установщик, а Packer у нас в виде одного файла, вот я скачал, если мы зайдем в zip, то у нас вот один файл, мы его можем кинуть в каталог, где находится джейсон файл для установки. Давайте мы все это установим по очереди. Значит нам нужно VirtualBox установить. VirtualBox установить. Установить. И Вагрант установить Packer, как я уже сказал, один экзешник. Так, значит стартовать не нужно. И у нас Вагрант нужно установить. Next. Install. Сейчас устанавливается. Вагрант у нас устанавливается в папочку на диске C. Давайте пока он устанавливается, запустим VirtualBox. Посмотрим, что он нормально запускается. Вот видите, все нормально запускается. Вагрант у нас устанавливается на диск C. Вот сюда вот он устанавливается. Так. Идет установка. Достаточно объемный продукт. Ну, понятно почему. Он вообще на Ruby написан, скриптовый язык. Соответственно, для того, чтобы под Windows запускаться, он должен таскать с собой все библиотеки, интерпретатор Ruby, все библиотеки. Поэтому достаточно объемный получается. Никто же не будет его под Windows специально переписывать в виде экзешника. Много копирует он. Так. Ну, все. Он установился. Значит, давайте мы пока не будем перегружать компьютер. Значит, давайте мы запустим. У нас MakeFile был, как вы помните. MakeFile у нас шел для Unix, для того, чтобы все делалось в одном каталоге. Тут мы не будем заботиться о том, чтобы делалось в одном каталоге. Будет делаться в вашем домашнем каталоге. Ну, это ваша машина, у вас места тут достаточно. И вот тут написано, первое, что мы делаем, Packer, Build и JSON File. Значит, Ctrl, Enter. Packer переносит. Build и JSON File. Так, 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 так. Он у нас не запускается, потому что ему нужно использовать VirtualBox. Пути. Давайте мы перегрузимся, а потом продолжим. Итак, мы перегрузили машину. Для того, чтобы пути прописались, нам нужно было, чтобы в системе прописались пути к VirtualBox, чтобы его можно было запускать из командной строки, и Quagrant, чтобы его, опять же, можно было запускать из командной строки. Теперь нам CentOS нужно скачать. Давайте посмотрим, у нас в JSON прописан какой у нас CentOS. Это у нас, вот, CentOS 7, Minimal 18.04 и его чексам. Давайте, Get CentOS Now. Download Choice. Вот чексам можно посмотреть. Отсюда скопировать. Mirror. Ну, вот, например, Финляндию выбираем. И скачиваем нужный ISO. После этого запускаем Packer. Вот у нас Ctrl-O смотрим. У нас Build. Давайте Ctrl-Enter. Packer перенесли. Build. Пишем. И Ctrl-Enter перенесли в Vagrant. Vagrant CentOS JSON. Все. Можно запускать. В принципе, как вы видите, все выглядит так. Разрешить доступ. Все выглядит так же, почти как в Unix. Что у нас? У нас тут пошла загрузочка. Ну, ничего не меняется, в принципе. Разрешили мы доступ. То есть, нажали на BrandMauer разрешить. Тут мы видим, что он ждет SSH подсоединения управляющего. Естественно, пока система не установилась, никакого подсоединения он не получит. А пока пошла установка. Автоматическая установка пошла. Сейчас он разбивает диск. Создает файловую систему на диске. И начинаются установочные сценарии выполняются. Установочные сценарии выполняются из kickstart файла, который прописывается в начале. Как вы помните, там прописывается, что он по HTTP стягивает этот файл. Этот HTTP у нас по умолчанию находится в папке HTTP в этом же каталоге. Ну, это зашито просто в пэкер. Упциями, конечно, мы все можем поменять. Но по умолчанию это так. Достаточно удобно. Мы тянем этот файл по HTTP, потому что первоначально наш имидж не имеет никакого доступа к диску нашей системы. Да, это, в принципе, и понятно. Потому что доступ для виртуалбокса, для операционной системы внутри виртуалбокса дают драйвера, которые идут в комплекте с виртуалбоксом для разных операционных систем, для Unix в том числе. Эти драйвера будут установлены только после установки операционной системы. Для этого мы должны установить операционную систему, установить для операционной системы, для нашей CentOS, всякие ядерные заголовочные файлы, должны установить GC и так далее, откомпилить драйвера от данной операционной системы. И, соответственно, только после этого мы сможем получить доступ из операционной системы внутри виртуальной машины к диску, который находится на нашей материнской операционной системе. Итак, у нас выполняются настройки после установки. С помощью Alt-Tab мы можем перелистывать. Так, это мы не то перелистнули. Наверное, нужно щелкнуть внутри и Alt-Tab перелистывать. Вот так вот. Для того, чтобы освободить мышку, мы должны нажать клавишу, которая хост-клавиша, так называемая, управляет всеми внешними клавишами. А тут у нас правый Ctrl. Правый Ctrl нажали и мышку освободили. Итак, идет настройка после установки. Ну, тут в основном проблемы с доступом к диску. Ну, так что нужно подождать. То есть, давайте еще раз. Мы установили VirtualBox. Мы установили Vagrant. И распаковали Packer. Packer у нас шел как один экзешник. То есть, его устанавливать не надо. После установки Vagrant и VirtualBox мы перегрузили машину. Перегрузка машины была выполнена для того, чтобы прописались в шеле, где находятся экзешники для VirtualBox и для Vagrant. В противном случае мы не могли бы работать из командной строки. Мы в командной строке работаем с помощью фара, фар-менеджер. В принципе, это не обязательно. Вы можете Command Shell, PowerShell запустить. Как вам более удобно. Мне удобно запустить была фара. В принципе, под Unix у нас аналог фара. Это Midnight Commander. В принципе, очень похожая работа. Итак, он у нас установил загрузчик, сконфигурил сеть, создал пользователя. Теперь создает диск для загрузки. Это Initram диск. Суть его такая, что у нас ядро модульное, и часть драйверов, они не входят внутрь ядра. И для того, чтобы ядро при загрузке имело доступ к железу, нужно, чтобы она видела эти модули. Эти модули у нас погружаются в некий Initram диск. То есть, это такой диск, который монтируется в памяти, как временный рут для файловой системы. Кроме того, кроме драйверов, на нем могут находиться некоторые утилиты. Например, утилиты для работы с LVM. Потому что LVM 1, первая версия, нормально работала и без утилит. То есть, все было зашито в ядро, в драйвер LVM. Вторая версия LVM требует для поиска и подключения томов логических утилит. Эти утилиты, опять же, кладутся у нас на начальный диск. Еще раз, этот диск монтируется в памяти. Ядро воспринимает его, как временный рут файловой системы. Естественно, после загрузки всей операционной системы, он отмонтируется и удаляется из памяти. То есть, он только для загрузки. Итак, у нас скрипты выполняются некие посты установочные. Давайте еще раз посмотрим. Щелкнули на окне и альтабом смотрим, что он делает. Вот пост скрипты в кикстарте. Помните, у нас были пост, некоторые прописаны вещи. То есть, там генерация пользователя Vagrant. Не пользователя Vagrant, а генерация, значит, для этого пользователя судо-файла, чтобы он судо-доступ имел фиксы определенные и обновления определенные. Все, в принципе, это делается в посте. Ну вот, это у нас логи работы со сториджами, а это логи работы с программами. Ну вот видите, вот у нас сгенерился некий скрипт, который сейчас и выполняется. Нам стоит только ждать, когда он установится. Как видите, никакого принципиального отличия от Unix мы не наблюдаем. Все очень просто. Продолжение следует... Итак, установка идет достаточно долгая. Вот у нас пошла перезагрузка. Перезагрузилась и пошла установка. Как видите, у нас, видите, обновилось ядро относительно исходного образа. И там несколько записей для ядра было. Пошла загрузка. Как видите, у нас там все еще пекер ждет подсоединения PSSH. По PSSH у нас будет генериться некое управляющее соединение, то есть все управление будет PSSH. PSSH можно цеплять по паролю и по ключам. Мы сделали самый простейший вариант по паролю цеплять. Это не совсем секурно. Лучше делать ключи, то есть генерить ключи и положить во время подготовки образа ключи на образ. Я думаю, проблема тут в основном Windows, работа с ключами. Давайте. Вот у нас наш правый Ctrl нажал, чтобы освободить мышку. На нашем VirtualBox ничего не происходит. Ну, потому что мы на логине висим и, собственно, этот логин и показывает, что мы можем залогиниться и начать работать. А на самом деле там происходит обновление, установка пакетов. И эта установка пакетов на нашем терминале проходит. Напомню еще раз, что мы установили сначала пакет для работы с дельтами. Дельты – это изменение новых RPM файлов относительно установленного образа. То есть вот эта вот дельта обращается к серверам, которые поддерживает поставщик дистрибутива, в данном случае CentOS. Он обращается к серверам, в которых лежат дельты, сообщает, какая версия дистрибутива или какая версия пакета у него установлена. И относительно этих версий скачивает дельты. В этих дельтах только изменения лежат. Ну и, соответственно, перегенеряет RPM и делает изменения. На этом достаточно сильно может сэкономиться скачиваемый объем. Дальше мы устанавливаем ядро для разработчиков. Ну, что у нас там? Это, как я говорил, хедеры, заголовочные файлы, с помощью которых мы… Ну и сами исходные коды ядра. С помощью всего этого мы откомпелим драйвера новые. А драйвера, собственно, те, которые позволят нам работать с VirtualBox полностью. То есть, ну, во-первых, при графическом интерфейсе он у нас будет открываться на полный экран. Они вот в таком окошке масштабироваться будут. Ну, а во-вторых, что нам тоже интересно, будет генериться папочка, которая будет иметь доступ к локальной файловой системе. Ну, как видите, отличие от установки под Unix просто отсутствует. Все делается абсолютно таким же образом. Ничего не меняется. Так, все вот это вот загружается. Загрузочка, загрузочка идет. Вот сгенерировался драйвер для VirtualBox. Драйвер для VirtualBox. И пошли установки пакетов. Собственно, это пакет у нас, это графический сервер. То есть, серверные компоненты разные, которые нам нужны будут для дальнейшей работы. И графика. Ну, потому что мы данные работы делаем в графическом интерфейсе. Vagrant поддерживает и командный интерфейс без запуска графики. То есть, запускается машина виртуальная на фоне. Вы пишете Vagrant SSH и он подключается к запущенной вами виртуальной машине. Но окна не открываются. Эта машина крутится, как говорится, heatless. То есть, безголовым образом. Это очень удобно для работы с консолью. Меньше ресурсов тратится. Но в данном случае вам лучше видеть графику. Мы будем работать таким образом. У нас будет вот этот букс сгенерим. Из него мы создадим с помощью Vagrant. Клиента некий имидж, зарегистрированный в Vagrant. С помощью Vagrant файла мы будем запускать клиента из сервера. При этом для них будет сгенерирован единый имидж. Вот он, один образ. Разделяемый диск. Клиент сервер будет работать с помощью Delta. То есть, это некая файловая система, которая будет ложиться поверх этого диска. И на нее будут писаться изменения, которые мы применяем. В принципе, в каждой лабораторной вы будете делать некий конфиг, в котором, собственно, и будет заключаться все, что вы сделали в данной лабораторной. И если у вас пропадут ваши виртуальные машины, то вы с бокс файлом, который вы можете сохранить на флешке, на диске, вы достаточно быстро сможете сгенерить необходимые вам виртуальные машины со всеми настройками, которые вы делали. Ну, это вот удобно, когда вы хотите развернуть какой-то сервер. Вы уже имеете настройки и заливаете туда. Мы делаем настройки в виде shell файлов, то есть простейшие настройки. Обычно используют более сложные системы. Puppet, например, или Ansible. Эти системы специально созданы для управления конфигурацией. В этих системах находятся наборы конфиг файлов, уже разработанные, которые позволяют сконфигурить удобным образом, очень часто декларативным образом, пустую систему, чтобы она выполняла какие-то функции. Это удобнее, чем shell скрипты, но поскольку у нас не входит в курс управления машин с помощью данных систем, то мы будем делать простейшие shell скрипты, которые будут повторять ваши действия. Таким образом вы сможете повторно развернуть то, что вы сделали. Итак, профиль установлен. Устанавливаются дополнительные программки, но в частности МС и так далее. Для того, чтобы было удобнее работать. Вот у нас остановился VirtualBox, исчезло окно. И что у нас сейчас делается? Генерится, собственно, наш файл Box. В чем заключается его генерация? Фактически он удаляет временные данные. Например, своп. И пакует всю систему в виде достаточно компактного файла. Но если у нас в распакованном виде система занимает, скажем, 5 гигабайт, вот данное начальное, то в упакованном виде будет занимать около 2 гигабайт. То есть достаточно существенное уменьшение размера. Вот он сейчас сгенерит файл и поместит его в каталог, с которым можно будет работать. Этот файл – это основа для Вагранта. Как я уже сказал, такие файлы очень часто генерят всякие волонтеры, которым что-то интересно было сделать, а не генерят файл под какие-то определенные надобности, под разные операционные системы. Но тут следует сказать, что более судеб, основной операционной системой для Вагранта является Ubuntu. Там больше всего имиджей на Ubuntu. Тут мы сгенерили свой имидж, с которым, собственно, и будем работать. Этот имидж вы можете сохранить на внешний носитель, на флешку или на жесткий диск. И после этого, собственно, с ним и работать. У нас сейчас установится. И после этого мы также, как и в случае с Linux, запустим Вагрант. Уже у нас не используется Makefile. Для использования Makefile нам необходимо было бы установить дополнительный софт на Windows. Мы хотели этого избежать. В Makefile фактически записываются только некоторые переменные, которые позволяли нам под Unix помещать все файлы не в домашний каталог ваш, который находится на сетевой файловой системе, а во временный каталог на жестком диске. Потому что, во-первых, быстрее на жестком диске, а во-вторых, объем файловой системы сетевой недостаточен для размещения этих образов. На домашнем вашем компьютере необходимости такой не возникает. Я думаю, у вас достаточно диска для памяти. Поэтому мы не ограничиваемся установкой в конкретную данную директорию. Ну, Вагрант использует очень простой синтаксис команд. То есть нам совершенно нет необходимости всегда использовать Makefile. То есть сами команды Вагранта очень просты и не вызывают больших проблем. Итак, у нас генерится наш образ. Итак, у нас сгенерился наш box-файл. Ctrl-U нажмем. Вот он, этот файл. И теперь мы хотим его зарегистрировать в Агранте, а потом с ним работать. Итак, вот у нас Вагрант файл, с которым мы будем работать. Мы видим, что имидж должен называться ntot7. Такое название мы выбрали. Можно другое. В Makefile у нас, как вы видите, прописано, что нужно делать. Это достаточно простой синтаксис. Давайте мы Вагрант. Вот просто Вагрант запустили, чтобы посмотреть его синтаксис. Сейчас он сработает. Вагрант. Поскольку это не экзешник в полном смысле слова, а вызов кучи команд, то он достаточно неспешно запускается. Итак, Вагрант. Вагрант. Бокс. Эд. Имя бокса и бокс файл. Давайте. Вагрант. Cintos. Бокс. Тет. Извините. Бокса это 07. Вот эти две три, да. И Ctrl-Enter. Вагрантaba. Вот мы запустили, и, собственно, добавляется наш файл. но он распаковывается Box это все таки упакованный формат типа архива распаковывается и устанавливается в виде диска имиджа на Vagrant на VirtualBox устанавливается здесь Vagrant на VirtualBox его будет видеть VirtualBox а мы сможем запускать его опять же с помощью Vagrant запуск идет с помощью команды Vagrant App у нас в нашем файле Vagrant App в нашем файле находятся два инстанса два конфига на сервер и на клиент поэтому мы должны будем запускать с помощью команды Vagrant App и конкретно название инстанса то есть сервер или клиент пока сейчас он генерит вот все сгенерился и установил и установил этот файл в наш VirtualBox в принципе теперь вот пекер исочник кэш все это нам не нужно и Box файл вы можете сохранить чтобы потом в случае чего использовать ну и дальше Ctrl нажму Vagrant App и запустим сервер то есть у нас сервер и клиент так называются машины запустили сервер под Windows Vagrant не сразу разгоняется то есть ему нужно погрузить память очень много библиотек это достаточно много времени занимает а потом он работает вполне нормально и так вот он запускает машин сервер машина сервер на VirtualBox ну все происходит точно так же как и под Unix то есть он генерит конфиг конфиг фактически прописан там и он применяет его к этому имиджу еще раз вот он выражает недовольство то что статический адрес у нас кончается на единицу ну потому что это обычно используют разные оборудования сетевой например роутера но поскольку у нас сервер и будет играть своего рода роль роутера то мы такой адрес намеренно выбрали вот у нас распаковка образа установил генерацию диска общего для сервера и клиента и сейчас вот он склонировал виртуальную машину то есть вот он сделал виртуальный имидж для сервера и сейчас запускает машина вот он говорит что у нас будет подсоединяться вот по такому адресу и такому порту юзерней массаж будет vagrant аутентифицироваться он будет не по ключу а по спрятался у нас вот он не по ключу а по паролю это не очень секурно но это проще делать поэтому мы не стали еще добавлять работу с ключами и так вот он пока запускается и пытается подсоединиться по SSH ну естественно не может это сделать поскольку у нас еще SSH не запустилось мы в конфиге делали чтобы он запускался графически и вот у нас графика запустилась мы можем растянуть растянулось видите на весь экран потому потому что у нас драйвера установились ждем когда он подключится PSH ну естественно вы для работы можете разворачивать на весь экран для удобства работы вот тут есть у нас опции для полного экрана и переключения полного экрана это хостовая клавиша F и разные опции после подключения после подключения произойдет конфигурация всех параметров машины и провизионинг то есть он выполнит те shell файлы которые вы пропишите в агрант файле это вам нужно будет для повторения работы с которую вы сделаете по лабораторным работам ну и для дополнительных опций ну и в принципе вот видите как растягивается в принципе мы спокойно можем отключить и аналогичным образом у нас будет запускаться и клиент вы будете конфигурить по очереди клиента и сервер потом запускать вместе и рассматривать их взаимодействие вот у нас подключилась наконец-то машина проверяет что у нас драйвера виртуал бокса стоят устанавливается hostname все это делается достаточно неспешно ну и после установки hostname у вас сгенерится папка в корне вагрант которая будет указывать на каталог на вашей хостовой машине ну вот и все пожалуй вы 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 Продолжение следует...